А спорим, что самоделку из ёжика ещё никто не видел? А всем привет, друзья! Сегодня мы сделаем очень простую, а самое главное, универсальную самоделку, которую можно приспособить для выполнения самых разнообразных работ. И не забывай, мой друг, если ты хочешь кому-то передать привет, то обязательно напиши это в комментариях под видео, и возможно именно твой коммент попадёт в следующий выпуск. Ну и как всегда, меня зовут Сергей, давайте начинать! Самоделку нашу будем лепить, как говорится, из того, что есть. Это обрезки доски 50 на 100. Они примерно двухметровые, а это самое то. А также кусок доски 25 на 100. У меня есть вот такой интересный угольник. С помощью него легко выставить почти любой угол. Делаем разметку под 65 градусов и, поставив на болгарку диск по дереву, отрезаем. Глубина диска небольшая, поэтому допиливаем пилой. Высота ножек у меня будет 95 сантиметров. Далее всё по образцу. Размечаем и отпиливаем. Получилось 4 заготовки. Других краёв также отпиливаем под углом 65 градусов. Стараемся сделать это как можно ровнее. Теперь, положив их друг на друга, нужно сделать разметку для посадочного места. Вторую делаем уже по образцу. Тут неожиданно забежал проверяющий. Оценив обстановку, мы с ним тяпнули по стопке молока, и он пошёл дальше по своим делам. Давайте поставим лайк, чтобы он заходил почаще. Теперь находим центр. Делаем разметку и высверливаем сверлом на 10 миллиметров. Все остальные ноги сделал очень легко, используя образец. Для соединения двух ножек я использовал болт М10 на 14, а также гайку и три шайбы. Гайку лучше поставить с резиновой прокладкой, ну, чтобы короче при складывании она не раскручивалась. Думаю, вы поняли меня. Я пока просто такой не нашёл, как найду, обязательно поменяю. Субтитры сделал DimaTorzok Ширину козла делал от своих запросов. Мне, например, нужно, чтобы они легко помещались в тачку. Поэтому длина перемычек у меня будет 80 сантиметров. Субтитры сделал DimaTorzok Только не затупите, перемычки прикручиваются к внешней и внутренней ноге, чтобы козёл наш раскладывался. Верхнюю балку я сделал метровую для обычных стандартных работ, но можно сделать и больше, так как применение таких козлов очень разнообразно и функционально, от разных столешниц до детских забав. Всё зависит от вашей фантазии. Также сделал стяжку из того, что было под рукой и закрепил с помощью строительного степлера. В итоге получился вот такой козел, который очень легко разбирается и переносится, а главное влезает в тачку. Сразу сделал себе ещё один такой. И, наверное, запилю ещё парочку на будущее для торцовочной пилы. Надеюсь, вам понравилась эта самоделка. Пишите свои мысли в комментариях. Очень интересно их услышать. Все размеры и список материалов скину в нашу группу ВКонтакте. Ну и обязательно подписывайтесь на канал. Впереди ещё много интересного. И не забывайте пользоваться Е-каталогом. Всех люблю. Всем удачи.